Городской парк. На часах 16.30. На главной поляне идет строительство снежного городка. С проверкой, как идут монтажные работы, на площадку приехал глава Полевского Константин Поспелов. Разумеет снег снижаться? Да, он уже твердый. Забивали для гирлянд. Ну, основание. Я еле вбил его, сам вбивал. То есть снег уже твердый. Можно уже завтра приступить. В северной части «Снежную сказку» строят подрядные организации из Екатеринбурга. Открытие намечено на 31 декабря. Согласно условиям контракта, через пару дней красавец и елки присоединятся две деревянные горки. Беличье колесо, снежные фигуры, Деда Мороза и Снегурочки, а также четыре снеговика, ледяные фигуры тигр, надпись Полевской, лабиринт и три маленькие горки. В этом году достаточно поздно было принято решение, чтобы придумать какой-то совершенно новый уникальный проект. Поэтому за основу брали уже имеющиеся у нас проекты и планируем новый, принципиально по-другому организованный проект сделать на следующий год, на 2023. Ну, в Новый год с два стороны на 2023. А сейчас в основе своей пользуемся уже наработанной документацией. Значит, что появляется нового? Год тигра у нас появляется, ледяная фигура тигра. В этом году у нас появится еще дополнительная иллюминация. Это в виде новогоднего елочного шара и входной, условно называемой, входной группы, арка, состоящей из персонажей, сказочных персонажей. Ольга Кокорина пять лет работает скульптором ледяных фигур. Уже привыкла творить в условиях уральской зимы. График в этом году жесткий. На каждую фигуру не более трех дней. Главное правило – не отступать от эскиза. Бензопилой максимально, потом остальное – резачками и прочими инструментами. Кроме символа года, в качестве подарка для полевчан будут еще две ледяные фигуры – Дед Мороз и Снегурочка. Всего на объекте сейчас трудятся порядка 20 человек – монтажники льда и скульпторы, плюс техника. Уже начали работать практически круглосуточно. Мы в 3-4 часа заканчиваем работу из-за того, что снег появился поздно. Сейчас собрали утрамбовый. В плане ледовых городков второй год работаем. То есть год второй, но объектов уже десятый, наверное. Подрядчик для нас новый, но он не новый в этом виде работ. К тому же у него есть опыт строительства снежных городков в городе Екатеринбурге. Поэтому мы не сомневаемся в том, что они все это успеют. К тому же есть еще приятный бонус. И за рамками контрактов подрядчик, видимо, предвидя какие-то риски, еще за свой счет устанавливает ледовые фигуры дополнительно. Отдельная тема сегодняшней встречи – это проработка антивандальных действий со стороны полевчан. Так, к примеру, для того, чтобы сберечь зеленую красавицу и символ праздника, решено вокруг елки установить двухметровое ледяное ограждение. А еще, начиная с 31 декабря на территории снежного городка, будет работать наряд вневедомственной охраны. Что касается торжественного открытия «Снежной сказки», здесь все сложнее. Мы со школьниками ушли на каникулы в городе 23 декабря. Сделано это не ради праздного желания, а для того, чтобы ребята побереглись. Поэтому и отменили многие мероприятия. И не планируем здесь массового скопления людей. Это первый момент. Второй момент – антитеррористическая защищенность. В этом году и указом губернатора, и Министерством внутренних дел уточнены в сторону, на мой взгляд, правильного, в сторону ужесточения требований. Это совершенно важно и необходимо в наше время, чтобы не случились никакие угрозы. Поэтому вот это все вместе говорит о том, что городок будет, возможность кататься и проводить здесь время будет, но открытий и мероприятий, связанных с этим, мы не планируем. Но и на этом подарки для полевчан не заканчиваются. Следующий адрес, куда отправляется Константин Поспелов после «Снежных городков» – въезд в город. Здесь нас встречает обновленная и яркая стелла. Это как маяк, который показывает, что самый лучший город на земле, Полевской, он вот здесь. Я очень рад этому событию. Проект недорогой, но очень сложный с точки зрения реализации. Поэтому поучаствовали все. И обл. коммунэнерго, которые дали нам технологическое приседение, и подрядная организация, которая выполнила электромонтажные работы. А летом мы готовились, мы отремонтировали эту стеллу, и все получилось. Реализация данного проекта стала настоящим новогодним подарком для всех жителей нашего города. Ксения Балденкова, Алексей Крепанов, Новости 11 канала.